Вне в котором государстве добрым порядком шло житье-бытье. И царь, и царева жена, графена, и царевы дочки, и царева челядь все довольствовались. Один простой люд от скуки поразевывал, пока не придумал капитон лбы позолотить. Такое тогда тут пошло веселье. Ироничный и смекалистый герой, забавная житейская история, колорит поморских сказок Бориса Шергина. Северная скоморошина о золоченых лбах. Изобретена и собрана ради занимательного увеселения и сердечной радости. Как заявляют в кукольном театре. Что весной над вины льду несет. Окна во дворце открытые, как ворота полы. В окнах царского фамилия высмолены. Впервые в истории Рязанского театра кукол вечерний спектакль, иными словами спектакль для взрослых зрителей, состоялся в малом зале. Уникальность в том, что зал предназначен для малышей. Поэтому вместо академических театральных кресел мягкие удобные лавочки. А сцена к ним максимально приближена. Все это создает уютную домашнюю атмосферу, будто сидишь с рассказчиком за одним столом. И пусть и ненадолго, снова сам становишься ребенком. Сенатор, который подразвестный. В этой забавной жизейской истории о приключениях капитона нет никаких нравоучений и морали, зато много юмора, музыки, песен, различных превращений, перемещений на допотопном подъемнике, плаваний на корабле и даже полеты на дирижабле. Кроме талантливой игры актеров, нельзя не восхититься невероятными куклами. Мастерские, изготовленными из ложек, вилок, терок, сит и прочих предметов кухонной утвари. Веселая и динамичная постановка длится 55 минут.